друзья всем привет сша ограничивает въезд и получение грин карты временная мера трампа на 60 дней подписан указ 22 апреля посмотреть более детально о тех людях которые попали под эти ограничения можно в нашей группе instagram элрон групп медиа найдите посмотрите а мы начали уже делать посты разъяснения что касается людей которые не попали под эти ограничения это важнее а сейчас у нас группа 5 человек находится в мексике на границе тихуана карлос их курирует звонил мне сказал что до сих пор сан и сидра эль чапарал работает принимает граждан которые приехали подавать на убежище в мексике и на границе сша те же самые изменения что и во всем мире сейчас вам нужно будет пройти карантин даже вот если вы россии из одного города другой вы приезжаете нужно будет находиться в самоизоляции 14 дней здесь же когда вы подаете на убежище вас забирают и вы будете находиться в специальном временном приюте 14 дней где вы пройдете тест на коронавирус сдадите медицинскую комиссию подтвердиться что вы не болеете после этого вас отпустят и вы поедете к своему поручителю к своим знакомым и так далее если вы запланировали подать на политическое убежище в мексике то процесс подготовки можно начать прямо сейчас на примере семьи которая приехала из кыргызстана как раз тот момент когда еще самолеты летали ребята проходят подготовку взаимодействует с психологами готовится бриф доказательные базы переводы формы и так далее все это мы уже снимаем для того чтобы это разместить в нашем плейлисте дальше будет перелет в мексику как только все это откроется я думаю середине мая дальше будет перемещение с канкун или за мехико сити в тихуану или мехикали подача на убежище выход на той стороне кстати с ребятами уже договорились что они будут освещать весь процесс полностью и нам это интересно и им это тоже интересно поучаствовать съемки мы расскажем как проходит сша иммиграционный суд как ребята проходили интервью что говорили как защищали свой кейс который они привезли с собой в сша из своей страны пользуясь случаем расскажу вам еще о двух новостях первое то что с 25 апреля 2020 года авиакомпания белая начинает перелеты из минска в австрию я так думаю что это первая страна и в ближайшее время они откроют полеты другие страны евросоюзов как вы знаете беларусь не закрывалась и сейчас из россии в беларусь можно спокойно въехать вас пустят и дальше уже из минска полететь куда-то в евросоюз если у вас есть рабочие визы категории d вы можете спокойно уже лететь в европу это первое второе испания прям очень очень нуждается в мигрантах сейчас поспели апельсин и мандарины нужно кому-то собирать обычно этим занимаются марокканцы в этом году они не приехали и вот к вопросу о том что как хорошо когда у вас есть виза и как хорошо когда вы находитесь евросоюзе даже в статусе нелегала сейчас можно легализоваться и получить статус внж об этом вы можете почитать в нашей группе instagram на групп медиа переходите смотрите сегодня сделал пост итак друзья подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами кстати мы запустили группу telegram у нас уже тысячи человек интересные новости которые не вошли ни на нашу площадку youtube и нашу группу instagram новостей очень много приходится расширяться масштабироваться это очень здорово всем удачи пока